Борьбу с прогульщиками объявили краевые депутаты. На мартовской сессии парламентарий вслед за федералами вынесут изменения в закон о статусе депутата. Так, если народный избранник уклоняется от своих обязательств и полгода прогуливает сессии, он распрощается с полномочиями. Я считаю, что когда человек шесть месяцев подряд не приходит на свое рабочее место, то он просто уже не работает. Таких депутатов мы не припомним, чтобы кто-то игнорировал исполнение своих обязанностей без причин. В шестом созыве был такой знаменитый Мастинин, он же грач, который дискредитировал статус депутата. Но благо, что сегодня в законодательстве собрания у нас депутаты дисциплинированы. В 2016 году депутат Александр Мастинин скрывался от следствия, поэтому и сменил фамилию. Потом сидел в СИЗО. Спустя год пропусков коллеги вынесли ему порицание. На этой неделе депутаты утвердят максимальный срок для прогулов. Ранее утвержденные причины для снятия с должности – болезнь, командировка, смерть, переезд из России. У нас вообще достаточно большой перечень лишения полномочий. И мне кажется, что вводить определенные дополнительные карательные меры, наверное, излишне. Новые критерии не нужны, уверены депутаты. Впрочем, дополнительные оценки работы народным избранникам могут выставлять, например, политические центры. Так для депутатов Госдумы даже придуман КПД. Общественники учитывают, как те представлены в СМИ, как их оценивают эксперты, парламентскую активность, составление законопроектов, участие в обсуждении. Если законопроект социальный, народный, в интересах жителей Алтайского края предложила какая-либо политическая фракция, то никто не мешает другим фракциям поддержать этот законопроект и участвовать в ее доработке. Самый главный критерий – это потом избирательная кампания. Если депутат избирается повторно, это, соответственно, уже результат его деятельности, сколько он, собственно говоря, наберет голосов. Еще одно важное изменение коснется списка уважительных причин для прогулов. На этой неделе парламентарии одобрят пропуски для коллег, которые ушли на службу или участвуют в добровольческих формированиях. Даже спустя полгода место у таких не отнимут. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.